Ну что, мы продолжаем программу. Хотим напомнить вам, что на сайте активный житель и через сайт госуслуги продолжается голосование за символы Южного Урала. И вот по итогам первого тура был выбран список из 43 достопримечательностей. Сейчас за них идет голосование, до 14 февраля будет продолжаться. И будет выбрано 10 самых главных символов Южного Урала. Да, и мы продолжаем вас знакомить с самыми живописными местами нашей области. Ну, в принципе, вы их, конечно же, все знаете, но не грех еще раз посмотреть. Например, среди которых, да, Национальный парк Зюраткуль, это Саткинский район. И сейчас мы поговорим с Мариной Фоминой. Да, Марина Фомина, пресс-секретарь Национального парка Зюраткуль. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, телезрители ОТВ и доброе утро, Анна и Павел. Рада снова вас видеть. Мы вас тоже рады видеть. Вот знаете, мне кажется, что когда говорят, ну вот что у вас там на Южном Урале посмотреть, первое, что возникает, это вот Зюраткуль. Конечно, Зюраткуль. Зачем вам вообще участвовать в этом конкурсе? Зачем вам еще одно звание? Итак, Национальный парк, все хорошо. Да, с Национальным парком все хорошо, с этим званием. Но вы представляете, как престижно получить звание символа Южного Урала. Тем более, что Национальный парк – это излюбленнейшее место отдыха всех южноуральцев. И не только приезжают к нам туристы из соседних регионов, из Москвы, из Санкт-Петербурга. И действительно, Национальный парк Зюраткуль, он на слуху. Ну, потому что красоты. Ну, потому что когда ты приезжаешь и видишь это все, по легенде, ты оставляешь частичку своего сердца и хочется возвратиться обратно. Вы знаете, кстати, нашу передачу смотрят не только наш регион, а даже и другие страны. Да. Давайте мы еще раз напомним, в чем же уникальность, особенность Национального парка. Ну, у нас в Национальном парке Зюраткуль, прежде всего, одно из самых красивейших мест – это, конечно же, самое высокогорное озеро, озеро Зюраткуль. Напоминает форму сердца и как раз таки, по легенде, хочется возвращаться туда снова и снова. Одна из самых популярных троп и маршрутов на хребет Зюраткуль посещает очень большое количество туристов и местных, и областных, и из других регионов. Самая излюбленная зимняя достопримечательность – это, конечно, знаменитый ледяной фонтан. Ледяная сосулька, как называют ее в народе. Еще очень классно приезжать в наш реабилитационный центр «Дом Лось Сахатка». Почему? Потому что, когда вы приезжаете, к вам из леса выходят настоящие ручные лоси. Да, у нас сейчас еще появился косуленок, тоже можно подойти и погладить. Ну и, конечно же, почему звание, звание главного символа Южного Урала? Потому что у нас на территории самая высокая точка Челябинской области – это хребет Нургуш. Потому что добраться достаточно сложно, но оно того стоит, когда ты приходишь и на 360 градусов ты видишь красоты, хребты, горы, озеро. Ну, это потрясающе. Мариночка, ну все эти красоты, конечно же, привлекают не только, еще раз напомню, нашу область. Кто к вам приезжал? Может быть… Какова география туристов? Ну, конечно, это Челябинская область. Больше и больше люди приезжают к нам, передают друг другу, приезжайте там очень красиво. Это, конечно, Тюменская область. Это Ижевск, это Перми, это Москва, это Санкт-Петербург. И, конечно, соседняя – это Башкирия, к нам очень любят приезжать. А вот условия созданы все-таки в нацпарке для того, чтобы остановиться, отдохнуть. Насколько там вот дорого, недорого отдыхать в нацпарке? Отдыхать абсолютно есть на любой вкус и, как говорится, кошелек. То есть от 500 рублей с человека можно приехать и отдохнуть. Есть гостиницы, звездные гостиницы, есть с удобствами, есть безудобства для того, чтобы ощутить вот этот вот экологический туризм и печку топить, например, самим. Очень много и гостевых домиков, и ресторан есть, и другие гостиничные номера есть. И есть наш кордон у трех вершин, когда ты туда приезжаешь, там нету связи, нету электричества, нету интернета, совсем нету. И вы приезжаете, у вас есть домик, у вас есть дрова, печка, и мне кажется, это тоже очень-очень ценно. А какие вот сезоны наиболее благоприятные для туризма на Зюраткуле? У нас нету сезонности как таковой. Все наши маршруты, они круглогодичные. То есть на хребет Зюраткуль можно подняться летом. Это, конечно же, виды шикарные, зелень. Можно подняться зимой, там очень красивые снежные деревья стоят. Осенью и весной тоже большое количество туристов. Приезжают абсолютно круглый год. Этим, мне кажется, и удобно, и классно. Ну а если вот так вот все-таки запланировать отдых, то за какой период времени можно будет все прям посмотреть и вобрать всю эту красоту в себя? У нас очень большая территория и много маршрутов. И вы знаете, за один день национальный парк Зюраткуль не получится посмотреть. Как минимум нужно два дня, а лучше оставить на это дня четыре. Для того, чтобы сходить на несколько вершин, для того, чтобы потрогать нос лосей и покормить их морковкой. Для того, чтобы загадать желание у ледяного фонтана и насладиться, например, зимней рыбалкой на озере Зюраткуль. Ну и я повторюсь, что подняться хотя бы на две разные вершины. Хребет Зюраткуль, например, и Уван в другой части парка, то это дня два. Ну и еще отдохнуть. Отдохнуть и просто насладиться покоем и лесом дня три. Поэтому лучше приезжайте на пять дней. Вот это здорово. Ну вот к вам все-таки коллеги наши из Москвы приезжали, снимали у вас программу «Поедем, поедим». Расскажите, как это произошло и что они там такое у вас пробовали. Да, мы очень были рады принять у себя в гостях съемочную группу телеканала НТВ и, конечно, нашего любимого уже теперь ведущего этой программы Федерико Арнальди. Он итальянец. Он приехал, и он был просто поражен красотой, вот этой вот зимней красотой. Гор хребтов. Он покатался на лыжах, он поднялся на хребет Зюраткуль и, конечно, фонтан. Фонтан, он просто ходил вокруг и спрашивал, что это такое, почему такая ярко-голубая вода, вы что, ее подкрашиваете? Мы говорим, нет, она бьет из глубины, она просто чистая. У них также в программе Йети был, да, они там что-то у фонтана обсуждали. Но и потом, когда к лосям приехали, они долго очень не верили, что это, это что-то коммерческое. Я говорю, нет, представляете, маленьких лосят к нам привозят, мы их выхаживаем, выращиваем и потом, что очень важно, выпускаем в лес на свободную жизнь. Кто-то из них возвращается, кто-то нет. И Федерико, он, правда, замерз, потому что это уральские морозы были, но ему очень понравился кордон, потому что там виды красивые и потому что там, правда, за ним ходили трое лосей и просили у него морковку. А что он попробовал из еды? Все-таки «Поедем, поедим» программа называется. Ну, он пробовал различные... Соль для лосей. Соль для лосей нет, он не попробовал морковку, он тоже немножечко попробовал. Вот. И у них там были различные виды сала и мяса. Это вот я точно знаю, что они у нас на территории пробовали. А дальше они уже поехали в мяс и там немножечко уже другое ели. Марина, спасибо вам большое. Очень интересный рассказ. Голосуем за парк «Зюраткуль» в конкурсе «Сибыла Южного Урала». Марина Фомина, пресс-секретарь национального парка «Зюраткуль» была с нами на связи. Была рада. До свидания. Доброго дня. Спасибо, спасибо. Ну что ж, немножечко переместились мы и в Саткинский район, а теперь мы хотели бы попрощаться с телеканалом ОТР, со всеми зрителями, кто смотрел нас на этом канале. Наше время тут заканчивается, но мы продолжаем еще полчаса передачи у нас будет на телеканале ОТВ. У нас впереди еще розыгрыш классных билетов. Да, поэтому, пожалуйста, не пропустите. Впереди интересные темы. День только начинается. Если у вас есть время, пожалуйста, оставайтесь с нами. Итак, небольшая пауза, и мы продолжим.